Хорошо. Евгений Алексеевич, вы все-таки совершенно внесите в ясность полное непонимание. Вы представляете власть. А в то же время вы говорите, что с 91-го года у нас оккупационный режим. И те люди, которые выходят сейчас, и молодежь на площадь, они выступают практически против колониальной власти. И одновременно вы выступаете за защиту этой власти. Это какая-то шизофрения в отдельно взятой голове. Нет, смотрите. Вы где работаете? Я преподаватель. Преподаватель. Кстати, можно еще продолжить? И ответьте еще на один вопрос. Потом задание. Я думаю, что вы три задали. Вопросы, да? И я тут не успею все записать. Тишина, задали, пожалуйста. Потом мне подскажете, если что, не отвечу. Вот вы у себя преподаватель. Вы видите, что у вас в УЗИ что-то происходит плохо. Вы идете к начальству, к деканату, и говорите, тут вот плохо, надо сделать лучше. Бывало такое? Ну так я сейчас это так и делаю. Я нахожусь во власти. Я вижу, а я там 25 лет, то есть знаю достаточно детально. И в Думе таких депутатов осталось, может быть, там 3 или 4 человека. И я вам говорю, как исправить ситуацию. То есть в чем тут шизофрения? Я делаю то же самое, что и вы. Идете к начальству, в данном случае источник власти народ, то есть вы, и говорите, уважаемый начальник, измени свой приказ номер 6, какой-то там по деканату, который плохой. Вот потому что лучше вот так-то. Вы так делаете? То есть вы хотите сказать, что президент отдельно, а правительство отдельно. Вы так делаете? Ну да. Ну я так делаю. То есть это нормально? Нет, ну проясните. Сейчас я проясню. По очереди. Нормально. Да, я так же делаю. То есть только источник сегодняшней конструкции под названием Конституция и стоящей на ней 4 тысячи законов является решение не деканата, как в вашем случае, а народа 93-го года, каждый из которых голосовавший за подписью. То есть деканат подписывает одной подписью, а тут было 60 миллионов подписей, когда брали бюллетень. И это решение. Я поэтому вам и говорю, как народу, поменяйте свое решение 93-го года, потому что оно имеет такие-то негативные последствия, такие-то, вот до этого 20 минут о ней говорил. Такие-то и такие-то подписью. Это нормально? Конечно. Нормально, я так и говорю. Поменяйте свое решение. Это сложно поменять. Это другая история. А дальше у вас возникают вопросы, которые вы легко на них ответите, если просто прочитаете Конституцию. Вот вы сейчас спросили, Путин является президентом. Президент к понятию властей не относится. Конституция написана законодательная, исполнительная, судебная. Поэтому его решение... И там написано четвертый пункт. Присвоение власти, тягчайшее преступление. Это даже не в законе, а в кодексе. В Конституции написано. А он властью по Конституции не является. У него много полномочий. Но это полномочия, не производящие управление. Потому что власть имеет право на производство управления. У него полномочия исполнительного характера. И у вас такие есть. Вы же по закону живете, и президент живет по закону. Понимаете, если бы Путин не был национальным лидером, он бы действовал как президент такой же. Допустим, Германии, или Греции, или Италии. Много таких. Он бы сидел, визировал документы и вообще ничего не предлагал. Потому что от предложения только проблемы. Его бы никто не трогал. Как вот немецкого президента сидит, что-то там подписывает. Хотя подписи такие же. Кадровые решения, подписание законов. Но он взял на себя функцию. Точно такую, как и я. По сути. Он сказал, я хочу поменять эту страну. Меня не устраивает то, что было принято в 1991 году. Поэтому возникло понятие национального лидера. Это не конституционное понятие. Это общественно-политическое понятие. Мы его признаем национальным лидером. А еще более узкая группа нодовцев, то есть сторонники суверенитета, признают его лидером национально-освободительного процесса. Я вот упомянул, я просто экономикой занимался, поэтому часто примеры из экономики имею. Я вот там, повышение пенсионного органа. МВФ говорит, читайте газету «Коммерсант», как мы называем ее, орган Гуилляйтера, как вот раньше правда была при ЦК КПСС. Там написано, хотим, требуем повышение пенсионного органа. Вот сейчас написано. Путин говорит, нельзя это делать. То есть конфликт. Гуилляйтер говорит, МВФ говорит, повышайте налоги. Путин говорит, нельзя повышать налоги. Говорил, говорил. Гуиллятор говорит, приватизацию. Путин запрещает иностранную принадленность. Путин говорит, да и офшеризация, там наоборот все нормально с офшорами. Противоположные экономические курсы и политические курсы, но путинский курс не реализован в виде власти, а курс МФ является элементом государственного управления. В Москве во всех основных министерствах сидят американские чиновники с 1991 года и управляют. То, что о них нельзя говорить нашим средствам массовой информации, от этого они никуда не уезжают. Понимаете? Значит их надо просто найти, их можно потрогать. Физические люди, их много, тысячи. Они работают в министерствах и собственно вырабатывают управление, стратегию. За ними стоит МВФ, а за МВФ стоит Госдепартамент как система внешнего управления. А теперь еще подумайте, вот если, вот абстрагируйтесь от сегодняшнего дня, если на какой-то территории находятся войска иностранного государства, это оккупация? Ну просто классика, неважно какая. Так вот на территории Советского Союза находятся войска иностранного государства. Вот только что портрет рядом от нас 200 километров, этот самый Ивангород, да? Пожалуйста, американские танки. Просто нам почему-то сказали, нам почему-то сказали, Ивангород через речку, нам почему-то сказали, нам сказали, что там за речкой не наше отечество. Для нашего деда, для меня как офицера дававшего присягу, не было там сказано, что Вильнюс там или что-то не наше отечество. И 200 тысяч погибших под Вильнюсом так тоже не считали. А почему вы считаете, ну не вы лично, я думаю многие, почему, в какой статии? Вот ли шизофрения, понимаете? Нет, нет права распустить правительство. По процедуре. По процедуре. По процедуре, во-первых. Во-вторых, следующее будет еще хуже, скорее всего. Это хотя бы ему подчиняется, ходит к нему на совещание, хотя не должно. Понимаете? Ходит. Он там, видели же, он каждую неделю проводит совещание, вызывает министров, накачивает их. А следующий министр, к немецкому президенту, министры не ходят, или к греческому, и не должны. То есть у него есть личное, так называемое, ручное управление это называется. Личная возможность на них повлиять, которая не предусмотрена законами Конституции. Он на них влияет в реализации своей программы. Программу я частично назвал. Нулевые ставки процентные, запрет на повышение пенсионного ввода, запрет на повышение налогов и так далее. Если бы он их не вызывал к себе, этих министров, и они ему не подчинялись по личным соображениям, а не по институциональным. Почему к вам не обращаются? В каком смысле? Что вы не провели, что ли? А почему к вам не обращаются? И не должны обращаться. У них своя жизнь, им надо побыстрее заработать. Мало ли что будет. Да, прошу. Евгений Алексеевич. Евгений Алексеевич.